А вот сложнее для дрессуры кошки, ну я говорю про кошек понятно, про кошек запашного, в смысле тигры-львы или медведи, в чем вообще вот здесь нюансы? Ну, нюансы есть и очень большие, медведь более скрыт в своих эмоциях, то есть медведь не дает себя распознать, он эмоционально, если вы видите, фактически не меняется, в такой же обстановке, атмосфере внутри, он может тут же напасть на тебя, кошку все-таки можно увидеть, он начинает напрягаться, шерсть там, уши прижимает Вы сказали, что тигры только невозможно просчитать, а льва можно или наоборот? Нет, нет, я сейчас про обоих могу говорить, львы и тигры, тигры, наверное, даже более эмоциональные, чем львы, во-первых, потому что они одиночки, то есть он каждый сам за себя, лев, большой лев может показать своим самкам, мол, давайте разбирайтесь, я здесь посижу, но этот пассажир мне не нравится По крышу, да, раз, второе, крупный медведь, ну, если брать, там, гризли, камчатского медведя, он больше льва и тигра А вот это какой медведь у нас? Это бурый Бурый медведь, просто обычный, такой русский бурый медведь Ну, все равно, его вес будет под 300 килограмм Ну, это коварное животное? Я считаю, что, конечно, конечно Да, то есть вот он может затаить зуб и как-то вот вынашивать Давайте, мне самому сейчас интересно, маму с папой рвали медведя? Ну, конечно, это случаи бывают, но в основном это, конечно, по ошибке дрессировщика Какого рода ошибка? Ошибка? Чем она может быть? Ну, медведь, это очень жадное такое животное, и она может обидеться, то есть, не знаю, ну, все дело, ну, как бы Сейчас он обидится, ему с грушенкой не дают Да, все, слежу, слежу Ну, просто ситуации все не похожи друг на друга, и говорить, что это всегда именно так, тоже нельзя То есть ситуации бывают разные и разного плана Ну, все зависит от отношения, все вот рождается с детства Я на своем примере, кого дрессировщика медведя лично знаю, у некоторых нет фалангов пальцев Ну, дают медведю с рук, медведь там вместо меза раз за палец Что же вы меня подставляли-то в гостевой, как кормил его Этот медведь фалангу бы вам не откусил максимум по локоть Он пока только отнимает мороженое А у вас родители оба, да, занимаются дрессурой? Да, у меня и мама, и папа работают То есть, а вот династия у вас с родителей началась? С родителей Да? С папой Второе поколение А дедушка, бабушка что делали? Ну, они были, то есть, у мамы мои родители инженеры, вот, а папа мой с деревни, то есть, он жил в деревне, рос И потом, посмотрев цирк, он пошел в цирковое училище поступил Потом он встретил маму и забрал ее к себе Ну, вот вы приняли решение, вы только с Забашиным советовались или с родителями тоже заниматься книжками? Ну, конечно же, непосредственно с родителями, потому что мой папа дрессирует медведя уже 30 лет И у него, конечно же, опыта больше, вот, и он может много чему научить А, Эдгар, а сколько поддержали нас в этой идее? Знаете, если бы, например, Виктория пришла бы и сказала, я не хочу работать с медведями Ну, допустим, то мне кажется, я бы, наоборот, включил себя и сказал бы, ты с ума сошла Имея таких родителей с таким багажом опыта Человек, там, отец, который может научить тебя всему, ты отказываешься от работы с медведями Ну, это было бы несправедливо, я бы ее еще уговаривал, чтобы она работала с медведями Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда 24 и Евгений Додолев С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова